В апреле 2015 года, во время субботника, рабочие случайно нашли старый ржавый ящик. Внутри были банки с киноплёнкой. Надписи на банках давно истлели. Когда плёнку стали просматривать на монтажном столе, то на экране увидели космонавта Владимира Комырова. Часто нам кажется, что мы знаем о жизни первых космонавтов всё. И знаем наизусть все кинокадры с ними. И вдруг спустя полвека мы находим новые, никому неизвестные съёмки, которые позволяют взглянуть на жизнь космонавта номер 7 с неофициальной стороны. Это были съёмки 1965-1966 годов. До запуска нового космического корабля «Союз» оставалось 10 месяцев. Космонавт Владимир Михайлович Комаров не знал, что уже начался обратный отсчёт до его рокового полёта и бессмертия. Все системы корабля работают хорошо. С утра 7 августа 1965 года набережная реки Белый была заполнена толпами уфинцев. Они пришли на открытие памятника дружбе башкирского и русского народов. Но людей интересовал не столько монумент, сколько всемирно знаменитый космонавт Владимир Комаров. Мало кто из уфинцев знал, что Комаров с начала 50-х годов почти ежегодно переезжал в столицу Башкирии и считал её своей второй родиной. В Уфе жили родители жены Комарова. А это в Уфе, в сад у дедушки с бабушкой. Очень часто родители приезжали туда в гости, любили туда приезжать. Он любил вообще с дедом пообщаться. Он его отцом тоже называл. У него были очень тёплые отношения. В первом отряде космонавтов Владимир Комаров был единственным лётчиком с высшим инженерным образованием. Небольшое превышение роста и веса не позволили попасть ему в лидирующую «шестёрку». На одной из наших первых встреч с главным конструктором Королёвым он сказал мне, ты у нас самый старший, окончил академию, вот и будешь первым командиром многоместного корабля. В 64-м году космическая гонка СССР-США была в самом разгаре. Советский Союз столкнулся с серьёзным вызовом американского аэрокосмического агентства. НАСА запустила проект «Джеми» по созданию двухместного космического корабля, способного к орбитальным манёврам, сближению, стыковке и рассчитанного на полёты длительностью до 30 дней. Новый космический корабль «Союз» мог стартовать только через три года. Нужно было экстренно что-то противопоставить Соединённым Штатам Америки. И Королёву пришла в голову гениальная мысль переделать одноместный корабль «Восток» в многоместный корабль «Восход». И он логично рассудил, что если американцы запускают два человека, то мы запустим три человека и очередной раз обгоним Соединённые Штаты Америки. 21 августа 1964 года на заседании военно-промышленной комиссии Королёв уже докладывал о ходе подготовки к полёту трёхместного корабля «Восход». Были названы семеро кандидатов. Два гражданских инженера, три врача и два командира – лётчики Борис Волынов и Владимир Комаров. Им впервые предстояло не катапультироваться, как первым шестисоветским космонавтам, а приземлиться в космическом корабле. Именно Комарову и Волынову предстояло испытать новые амортизационные кресла. Сброс был на бетонную подушку, но удар был такой силой, что внутри всё как будто обрывалось. И первое впечатление, что это конец. Ну, в общем, нормально. И он, и я выдержали нормально. Мы оба написали акт о том, что космонавтов нецелесообразно привлекают к подобной родной испытаниям. Слишком дорогой удовольствием, потому что можно потерять космонавтов по состоянию здоровья просто. Первый отряд советских космонавтов подчинялся Николаю Команину, боевому генералу и стороннику жёсткой дисциплины. У Королёва был один вариант экипажа «Восход», у Команина другой. В конце сентября победил список Королёва. Командир экипажа Владимир Комаров, инженер Константин Феоктистов и врач Борис Егоров. О решении Государственной комиссии Королёв по секрету сразу сообщил будущему экипажу «Восхода». Команин же до последнего момента не сообщал, на кого пал выбор. Именно поэтому Борис Волынов узнал, кому предстоит лететь в космос только накануне старта. Уверовали, что мы идём уже точно, железно. За три дня до старта Сергей Павлович объявляет, что первым экипажем идёт в космос Владимир Комаров. Но Комаров об этом ни слова не сказал. Мне. Хоть мы на испытаниях были вместе, ни слова, ни полслова. Ведь он знал заранее. Я по глазам видел, что тут делается. Мы готовились к экипажам продолжительное время. Ну, результаты нашей подготовки вы все увидите после окончания полёта. По мнению конструкторов, пуск «Восхода» по сравнению с предыдущими шестью пилотируемыми пусками был крайне рискованным и опасным. Корабль, который имел систему катапультирования, и рассчитан на одного человека, а вот когда уже пошёл в варианте трёх человек, то корабль не имел спасения. Это знал Комаров. Это знали мы, когда полетели. Что случилось что-то на старте, стопроцентная гибель. Из ограничения по объёму и массе космического корабля средь жизнеобеспечения на борту было максимум на двое суток. Это означало, что если космонавты по какой-то причине задержатся на орбите, то они непременно погибнут. Ну и в-третьих, новая система посадки, которая впервые была использована корабле «Восход», на земле испытывала всего один раз. «Заря», я Рубин. Объявлена пятиминутная готовность. Самочувствие всех членов экипажа отличное. К старту готовы. «Восход» стартовал 12 октября 1964 года в 10 часов 30 секунд. Напряжение достигло предела. Любая неисправность при запуске или взрыв на стартовой площадке означали бы для экипажа гибель. «Полёт, старт!» «Есть, старт!» 523 секунды полёта и русская «тройка» вышла на орбиту. Пилот, учёный, врач. Первой научной экспедицией в космос назовут полёт восхода журналисты. Владимир Комаров проверял систему корабля. Феоктистов и Егоров проводили геофизические и медицинские исследования. Утром 13 октября намеченная программа была полностью выполнена. С момента старта прошло почти 24 часа. Комаров попросил у главного конструктора разрешения остаться на орбите ещё на сутки. Комаров подтвердил. «Вас понял, к заключительным операциям готов». И на Земле услышали нотки досады в его голосе. И снова Советский Союз впереди. Трое с восхода стали героями дня. Этот полет трех космонавтов оказал огромное влияние на наблюдателей США, и у них сложилось твердое убеждение, что Советский Союз опередил Соединенные Штаты в космической гонке. Очередной на грани риска советский космический полет закончился успешно. С места посадки космонавтов вертолетом доставили в Кустанай, а оттуда самолетом Ил-18 на Байконур. Полет многоместного космического корабля вызвал огромный резонанс во всем мире. Все его участники ждали благодарности и поздравлений Хрущева. Но их не последовало. 15 октября по радио прозвучала ошеломляющая новость. Никита Хрущев освобожден от всех должностей в партии и правительстве. Кое-кто из шутников подсказывал Комарову, провожал Хрущев, а встречает Брежнев. Когда будешь докладывать, не сбейся. Готовы выполнить любое новое задание любого нового советского правительства. Только на пятый день после полета, 19 октября, состоялась торжественная встреча космонавтов в Москве. В первые дни после триумфального возвращения жизнь космонавтов была жестко подчинена регламенту. Приемы в Кремле, вручения наград, митинги, пресс-конференции, бесчисленные интервью. А потом поездки по стране. На этот раз на Башкирской земле встречали всемирно знаменитого космонавта. Владимир ожидал теплый прием уфимцев и прогулки по реке Белой с потрясающими уральскими видами. В каждый свой приезд комаров обязательно выходил на крутой берег реки Белой и любовался просторами заречья. Вместе с тестем переправлялся через реку, чтобы порыбачить на озерах. Вот дом, где они были, там потом улицу Комарову назвали, там вниз идет такой спуск к Белой. И там вот внизу, на берегу Белой, чуть выше, ну там, где ничего не заливалось, вот были эти сады. Но туда ездили на машине. Там взять дедушкин, вот эти у себя, он держал пчел, то есть мед был. Космическая гонка с американцами продолжалась. Впереди ждала Луна. Сергей Королев хотел пригласить Владимира Комарова в свое конструкторское бюро на постоянную работу. Это было не один раз предложено. Володя, ну давай, ну не хочешь и не надо. Он потом уже к маме обращался, сейчас, говорит, Валечка, ну может вы его уговорите? Ну, говорит, мама сказала, поэтому, говорит, если б я настояла, он бы пошел все-таки, я бы его смело уговорила. После отставки Хрущева Брежнев формально не отказался от соревнования с Соединенными Штатами за первенство высадки на Луне. Несомненно, успешные космические полеты повышали престиж Советского Союза. Космонавты, как и во времена Хрущева, отправлялись в заграничные турне иногда с негласными дипломатическими миссиями. В канун нового 65-го года Комаров отправился на Кубу. Летел на Кубу с каким-то внутренним волнением. Не только потому, что это была моя первая поездка за границу, но главным образом, потому что я летел на Кубу, героический остров свободы, о котором я много знал из книг и газет, а также из рассказов моих друзей Юры Гагарина, Вали Терешковой и Павла Поповича, которые были там прежде. На Кубе Комаров пробыл почти три недели. Поездки по стране, всюду революционные лозунги, встречи с рабочими на заводах и на сахарных плантациях. Комаров пожимал тысячи рук. Это было непростое время для советско-кубинских отношений. После Карибского кризиса Фидель Кастро считал себя обманутым и проигравшим. Советского посла он просто игнорировал, даже отказывался принимать. А потом он первый раз, значит, Фидель пригласил. Папа, значит, купил Фидель огромную. Вот такая вот была матрешка. Вот такая, я не преувеличиваю. И там, по-моему, 20 с чем-то было вот этих маленьких. Очень. И он там все это открывал, и он был счастлив, ему это так нравилось. Вот необычно было, он улыбался, был такой довольный. Вот, и тогда посол буквально где-то, по-моему, за полгода первый раз туда вообще прорвался, о чем-то хоть поговорить, так сказать, предлог был визит Павла. Потом были Иран, Западная Германия, Мексика. Комаров выпадал из трафаретного поведения советского человека за границей. В Японии различные встречи, беседы, приемы занимали у него почти все свободное время. Но ему хотелось посмотреть страну. Однажды ночью, к ужасу ответственных лиц, Владимир просто исчез из номера и появился только утром. Комаров был заядлым рыболовом и в 4 утра отправился посмотреть токийский рыбный базар. Продавцы узнали Комарова, долго не хотели отпускать утюхи коса, как величают космонавты по-японски. На просьбу представителя советского посольства больше так не делать Комаров внимания не обратил. Это было в его характере. Он не подчиняться готов был, а соглашаться с тем решением, и он считал его правильным, которое ему говорят. Если он там решил, что это неправильно, он сделает по-своему. Куда бы Комаров ни ездил, у него всегда была под рукой записная книжка. Еще со времен летного училища у него вошло в привычку записывать после полетов все свои действия о грехе и ошибке. И делал он это педантично и постоянно. В полет на космическом корабле «Восход» Комаров тоже взял с собой на борт блокнот. 12 октября 1964 года. Космос. Наконец-то сбылось то, к чему готовился почти что пять лет. Большая радость и счастье. Это не просто слова. В полном смысле и значении этих слов «Я счастлив». Это может понять только тот, кто знает, с какими трудностями и неприятностями мне пришлось встретиться и победить их, прежде чем получить разрешение на старт. Трижды судьба пыталась остановить Владимира Комарова на пути в космос. В первый раз он едва не расстался с мечтой о небе в 1947 году в летном училище. В первом полете заложило уши. Не так, как в баракабеле. Не до острой боли, но все-таки заложило. Владимир скоро привык к этому ощущению. Старался не обращать на него внимания. Терпел боль даже при пикировании. Он летал, превозмогая недуг больше года. И только когда в программу полетов были включены элементы высшего пилотажа, Владимир вынужден был из-за нестерпимой боли обратиться к врачу. Хирург за несколько минут удалил аденоид носоглотки. На боль в ушах Комаров больше не жалобился. Второй раз судьба едва не погубила карьеру космонавта Комарова 12 апреля 1960 года. Комарову удалили грыжу. Это был приговор. На полгода он отстранялся от всех тренировок. Его собирались исключить из отряда космонавтов. Вернее, списать по болезни. На медкомиссии Владимир отстаивал свое право на испытательный срок. Он не упрошил. Он требовал. Требовал дать ему возможность делом доказать, что сможет, так как он знает свой запас прочности. И ему не смогли отказать. У Комарова был четкий план действия. Нажать на теорию, изучить корабль, а когда разрешат, начать физзанятие. Был закреплен за ним специальный тренер с постоянным жестким контролем с записью всех параметров при нагрузке. Значит, вот Володя бежит, а рядом на велосипеде едет инструктор, который заставляет периодически идет, щупает ему пульс. Потом даже с навесным оборудованием Володя бегал. И, в общем, не сорвался, хотя возможность сорваться была. В 1962 году Комаров уже проходил подготовку в качестве дублера пилота корабля «Восток-4» Павла Поповича. Затем готовился к групповому полету, чтобы подменить пилота корабля «Восток-5» Валерия Быковского. С самого начала пилотируемых космических полетов в Советском Союзе сложилась негласная традиция. Дублер-космонавт остановился командиром следующего космического корабля. И казалось, вот сейчас Владимир Комаров тоже должен полететь. Медицинский диагноз в третий раз едва не поставил крест на надеждах Владимира Комарова. В мае 1963-го во время одной из медицинских проб на кардиограмме появился всплеск кривой, экстрасистола на языке медиков. Врачи твердо сказали – негоден. Комаров оставался неудел. Не знал, что решит комиссия. По вечерам Владимир приходил потренироваться один. Он сам создавал себе нагрузку, по многу раз повторял подходы. Он летал в Ленинград, в Академию медицинскую. Было доказано то, что наоборот, когда у человека хорошее здоровое сердце, от избыточных нагрузок вот такие вещи могут получаться. В июне 1964-го года врачи разрешили Комарову начать подготовку в качестве командира экипажа корабля «Восход». Лыжи, плавание, теннис, водное поло. Комаров выбирал те виды спорта, где риск получить серьезную травму был минимальным. Он не хотел, чтобы из-за травм его отстранили от тренировок, а то и вовсе рисковать отчислением из отряда космонавтов. Нам по 25 лет, а ему 35 лет. Это очень большая поведенческая часть жизни человека. Нам бы все хотелось сбрыкивать, нам везде хотелось всего, а он был гораздо осторожней. Комаров был страстным болельщиком. Всегда ходил на футбол, когда выпадала свободная минута. Зная страсть космонавта к футболу, уфимские власти специально для Владимира и его детей Евгения и Ирины организовали летом 66-го года матч между командами Уфы и Усть-Катабры. Правда, не повезло с погодой, но болельщиков это не испугало. В 1965 году США начали стремительно догонять Советский Союз в космической гонке. В марте стартовал двухместный корабль. Это был первый пилотируемый полет по программе Gemini. В июне в космос полетел следующий. Полет продолжался четверо суток. Американский астронавт на 22 минуты вышел в открытый космос. Запущенный в августе американский корабль провел на орбите почти 8 дней и побил советский рекорд. Мы не уступали американцам по двигателям, не знаю, по теплозащитам. У нас, конечно, немножко другие были приборы, особенно те, которые касались наведения. Вот все вещи, связанные с ориентацией корабля, с построением ориентации, вот это были сложности. В лунной гонке с американцами Сергей Королёв делал ставку на принципиально новый космический корабль «Союз». Принципиальное отличие космического корабля «Союз» от космического корабля «Восток» было в следующем. Во-первых, он был многоместным. И объем жизненного пространства на космическом корабле «Союз» во много раз превосходил тот объем, который был на «Востоке». Во-вторых, «Союз» мог маневрировать на орбите. Ну и в-третьих, он мог стыковаться с таким же космическим кораблем «Союз» на орбите. В июне 1965 года группу космонавтов допускают к тренировкам на макете корабля «Союз» на новых тренажерах. Комарову уже 38 лет. Он из кандидата в самый возрастной. Чтобы полететь на «Союзе», Владимир должен быть лучше всех. И лучшим во всем. Он не щадит себя. Товарищи взывают к Комарову. Хватит уже, повторили все тысячу раз, перерыв, Володя. А он молчит, не уходит с тренажера. Серьезно Комаров подходил ей к тренировкам в невесомости. Команин был суров, Гагарин, как обычно, улыбался очень приятно и весело. А вот такая интеллектуальность, вдумчивость чувствовалась у Комарова. И потом в полете, когда мы там летали, чувствовалось, что все действия он по расстегиванию привезной системы, по выходу из кресла, потом по входу обратно в кресло при невесомости, застегиванию, он делал с большой вдумчивостью. Помимо тренировок, космонавтов ждала теоретическая подготовка. Здесь Комарову не было рано. Он с отличием закончил военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Он очень много помогал Юрию Гагарину, учен. Юра Гагарин много ездил, часто пропускал занятия, а в академии спрашивали очень строго. И часто Юра обращался к нему, особенно по математике. И Володя Комаров хорошо очень оперировал этими знаниями, и он помогал Юрию. Комаров успевал всюду. Будь то изматывающие тренировки в Центре подготовки космонавтов, или учеба в адъюнктуре Академии имени Жуковского, кропотливый сбор материалов к защите диссертации, и обычная для космонавтов тех лет круговерт с приемами, поездками по всему миру и бесконечными выступлениями на митингах и собраниях. От этой общественной нагрузки спасения не было нигде. Владимир любил дарить своей вале цветы. Он привозил букетики неярких степных цветов даже с Байконура. И, конечно, Комаров не мог пропустить традиционный уфимский праздник – фестиваль цветов. Целый океан фиалок, роз, гладиолусов и лилий ждал жену и дочку космонавта. Весной цветы он маме часто приносил, дарил. Обязательно 8 марта дарил цветы. Причем это делалось так, я не знаю, где он их держал. Она уже даже стала иногда просто смотреть, где он может спрятать. Но 8 марта, рано утром, причем это всегда были очень хорошие цветы. Владимир и Валентина Комаровы были идеальной парой. Свою любовь, первую и единственную, молодой летчик увидел на фотографии в витрине фотоателье. Комаров составил план и методично искал ее на улицах Грозного всю весну 1950 года. И нашел. Теперь, пожалуй, могу написать тебе, что познакомился с хорошей девушкой. Пока еще мы не друзья, но будем ими обязательно. Я так хочу этого, потому что не могу и не хочу представить, что будет иначе. Вале, так зовут ее, я, конечно, ничего еще не говорил об этом. Пройдет время, и она сама все поймет. Валентина все поняла. Через полгода была свадьба. В 1951 году у молодой пары родился сын Евгений. А еще через 7 лет дочь Ирина. Вот брата я единственный раз слышала, чтобы он его ругал. Единственное, и причем это был не крик, а это был достаточно громкий голос. При открытых дверях и достаточно небольшой квартире я просто услышала в соседней комнате. Он ругал брата за замечания, за поведение. Он ему сказал, не позорь фамилию, но я это услышала, запомнила на всю жизнь. У Комарова почти не оставалось и времени на семью. Уходил рано утром, возвращался за полночь. Владимир хорошо понимал, что требуется от него в предстоящем полете. Оттого и вгрызался во все детали программы испытаний. К старту он готовился тщательно и серьезно. Все новшества Союза Комаров хотел знать так, словно он сам принимал участие в проектировании и создании корабля. Владимир добился своего. Он был признан лучшим. 5 августа 1966 года генерал Команин и ставший после смерти Королева главным конструктором Василий Мишин договорились, что первый пилотируемый корабль «Союз» поведет именно Комаров. Сколько лет прошло, а какие, да, кадры хорошие. Река эта белая, наверное, большая, видишь, мост. Сейчас, правда, говорят, немножко мелеть она стала. Холодненькая речушка, видишь, детушке нужна физическая, обязательно нагрузка. Он в ней, а бабуля плавает, значит, все нормально. В школе у Владимира было прозвище «Комар», в летном училище «Комарик». В отряде космонавтов его прозвали «Все будет хорошо». Действительно, хорошо, надо только стараться, стремиться к чему-то. Вот. Он был оптимистом, был жизнерадостным человеком. Не был хохмачом, но он вот как-то излучал из себя, вот этот оптимист. Большое было жизнелюбие. Осенью 66-го, зимой 67-го года все три беспилотных запуска «Союза» окончились неудачей. Первый космический корабль на этапе спуска на Землю начал уходить в сторону Китая и был подорван. Второй космический корабль взорвался на старте. У третьего космического корабля прогорело днище спускаемого аппарата, и он утонул в Аральском море. Неудачи преследовали не только советскую космическую программу. 27 января 67-го года во время наземной тренировки на космическом корабле «Аполлон» в кабине заживо сгорели трое американских астронавтов. Грисом, Уайт и Чаффи. Мировая пресса писала, программе «Аполлон» сопутствует одно несчастье за другим. Журналисты посчитали, что за время работы по этому проекту пожар был 20-тысячным происшествием в космическом корабле. В СССР приближалась очередная годовщина со дня рождения Ленина. В ее ознаменование лидеры коммунистических и рабочих партий Европы решили собраться на конференцию в Карловых Варах. Чтобы поднять ее престиж, нужна была очередная сенсация в космосе. Планируют, что сначала в космос будет запущен один космический корабль «Союз», а через сутки второй с тремя космонавтами на борту. И вот после этого они должны будут состыковаться на орбите, и два космонавта должны перейти через открытый космос с одного корабля на другой. Это событие должно было послужить лишним доказательством, что Советский Союз опередил Соединенные Штаты в космической гонке, и преимущество социалистического строя просто налицо. За реализацию этой задачи взялся секретарь ЦК КПСС Дмитрий Устинов. Со свойственной ему твердостью и жесткостью он стал форсировать события. Требовался контрольный четвертый беспилотный пуск, чтобы проверить, все ли рискованные для пилотируемого полета недостатки устранены. Однако было принято решение о пилотируемом запуске «Союза». Главный конструктор радиотелеметрических систем Алексей Богомолов горько пошутил. Меня так спрашивали, «Димочка, как у нас статистика по «Союзу»?» Я говорю, «Сея Федорович, вообще статистика не очень. Первый не сел, второй не взлетел, а третий утонул». Он говорит, «Да, самое время пускать космонавтов». Государственная комиссия окончательно утвердила командиром «Союза-1» Владимира Комарова. Конечно, у него была очень высокая инженерная подготовка. И это везде принималось во внимание. Юра Гагарин открыто сказал, «Володя Комаров – это космонавт первый класс». Если у нас не было вообще вопроса обсуждать, кто полетит первый, мы все согласились, что первым на «Союзе» должен быть Володя Комаров. Но так как он был инженер-капитан, то он, может быть, больше других космонавтов понимал возможные погрешности в полете, недоделки, которые могут трагически сказаться на полете. Комарова предупреждали, что мужчины не отмечают 40 лет. Это к беде. Комаров только посмеивался. Все будет хорошо. 16 марта ему исполнилось 40 лет. До старта оставалось ровно 40 дней. Он сказал своему другу, который был болен раком, лежал в госпитале, ну, 90% полет будет неудачный. Поэтому он там, ну, досконально все изучал. У нас было такое впечатление, у нас, я имею в виду и Юрия Гагарина, у нас такое впечатление было, что он знал, что он погибнет. За пару месяцев до старта Комаров вдруг заставил Валентину учиться водить машину. Навел у себя в столе идеальный порядок, ответил на все письма. Отдельно сложил все документы, которые у него были. На квартиру, гараж, ключи от гаража. Провожать космонавтов тогда было не принято. Последний раз Ирина видела отца около лифта. Ну, он минуты две стоял. Вот, ну, а потом нажал кнопку и все. В середине августа 66-го Комарова вызвали в Москву. И даже прислали специальный самолет. Тесть Яков Михайлович долго прощался с любимым зятем. Словно чувствовал, что больше они не встретятся. В предстартовый день состоялась беседа Комарова с журналистами. Он пришел на нее, одетым по-домашнему, в синий тренировочный костюм. Отношение людей к риску, как мне представляется, строится на странном смешении отваги и безысходности, боязни и впечатления, опасности и интуиции, убежденности и надежды. И все-таки воля здесь порой надежнее расчетов. Я находился вот в это время там, на полигоне, на космодроме. Всю ночь я дежурил у гостиницы. На моих глазах Володя встал, позавтракали, пошли его одевать. Вот, ничего не предвещало, он общался, не было суетливости, были деловые, в общем, разговоры. Его положили, наложили датчики, сняли все параметры, все соответствовало, никакого повышения давления, электроэнцефалограмма, альфа-ритм не изменился, боялись что-то будет. Все соответствовало требованиям. 23 апреля 1967 года ТАСС сообщила об успешном запуске космического корабля «Союз-1», который пилотировал Владимир Комаров. Участники Карла Ваварской конференции коммунистических и рабочих партий Европы ждали продолжения космического шоу и не знали, что там на орбите космонавт Комаров отчаянно борется за свою жизнь и за жизнь космического корабля. Неполадки начались сразу после выхода корабля на орбиту. Сначала не раскрылась левая панель солнечной батареи. Кораблю стало не хватать энергии. Комаров развернул корабль по направлению к Солнцу, чтобы Солнце постоянно освещало правую панель солнечной батареи. Это спасло положение. На Земле продолжали готовиться к запуску второго космического корабля для стыковки. Но тут случилось другое. Не открылся козырек солнечно-звездного датчика. Корабль не мог автоматически управляться. После этого надежды на стыковку стали катастрофически таять и запуск Второго Союза отложили. 27 часов Комаров делал все возможное и невозможное, чтобы подчинить своей воле непослушный корабль. Телеметрические показания свидетельствовали об отличном самочувствии космонавта. Комаров был сдержан и спокоен. Я оказался в комнате связи, которая непосредственно с ним была. Обстановка предпосадки была слегка такая напряженная. И вдруг раздается голос Василия Павловича Мишина. Василий Павлович был вообще человек эмоциональный. И он начнет ему говорить, поправьте шлемофон, вы нас плохо слышите. И вдруг оттуда сверху раздается, я никогда этого не забуду. Но я даже не могу как-то бесить. Повторяю. Шлемофон у меня одет нормально. Слышу вас хорошо. Повторяю вашу команду. То есть вот таким буквально отделяя слова совершенно спокойнейшим тоном. Было решено сажать корабль после 17-го витка. То есть через сутки. Легко было решать на Земле. А космонавту надо было еще эти сутки отлетать. На Земле истинное положение знали только конструкторы. Я только вернулся из Венгрии. Я привез оттуда два ящика овощей. Привез это венгерское вино хорошее, сухое. Думаю, ну мы отпразднуем это все. Посадить корабль на 17-м витке не удалось. Полет был продолжен. Положение стало критическим. После выхода из тени Комарова предстояло вручную произвести дополнительную коррекцию. А затем также вручную включить тормозной двигатель. Понятно, что его никто никогда не готовил к ручному управлению, когда не раскрылась одна батарея. Ну, опять-таки, сравнивая с авиацией, ну, кому придет в голову учить летчика летать там без одного крыла? Ну, можно, наверное, учить, но спрашивается, зачем? Вот мы тогда точно так же думали. Комаров справился. Корабль «Союз-1» начал спуск с орбиты. Познайся, нормально! На разуме с этим, вверх, 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 вверх. Катастрофа произошла внезапно. Парашюты не раскрылись. И космический корабль устремился к Земле с огромной скоростью. Он по-настоящему человек, который совершил героический поступок, испытывая новый космический корабль. Его гибель позволила доработать корабль. И до сих пор корабль «Союз» летает успешно и успешно выводит экипажи космических кораблей на орбиту. 5 апреля 1967 года, в последний день перед отлетом на Байконур, Владимир Комаров написал письмо пионерам Башкирии. Но не успел его отправить. Дорогие ребята, большое спасибо за письмо и горячий пионерский привет. Вам, наверное, было бы интересно узнать, как я и мои товарищи по профессии стали космонавтами. Мы учились и работали. Готовились к полетам. На все это уходят многие месяцы и годы напряженного труда. Когда-то, через много лет, будет занятно вспомнить, как начинали свою работу пионеры-космонавты. А называть себя так я имею полное право. Ваш летчик-космонавт Владимир Комаров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова